Роман Владимирович, сегодня у нас замечательный день в ММЕХе. У нас в гостях Роман Владимирович Старовой, присутствующий на сцене. Роман Владимирович Старовой, руководитель Росавтодора, то есть это федеральное агентство по автомобильным дорогам, любезно согласился к нам прием. Буквально два слова о мероприятии. ММЕХ относится к числу вузов, имеющих один из самых, если не самый, высокий рейтинг успешности наших выпускников в России. Среди выпускников ММЕХа министры, председатель Госзумы, губернаторы городов, главы республик, космонавты, все разработчики ракетно-космических систем и архиерийского оружия. ММЕХ имеет помечистский совет, который является одним из самых сильных помечистских советов среди вузов Российской Федерации. помечистский совет возглавляет Григорьев Сергей Константинович, важный герой России, герой Советского Союза, летчик-космонавт. Помечистский совет входит и Сергей Пенч-Нарышкин, и Борис Вячеславович Грызлов, и Владимир Иванович Якунин, и Александр Петрович Куделайн, и много еще замечательных руководителей нашей страны, промышленности. Роман Владимирович Куделайн, тоже член Пенчистского совета, и все члены Пенчистского совета, куда, как правило, входят выдающиеся наши выпускники, всегда с огромным почтением относятся к нашему вузу. Мы безумно благодарны всем нашим членам Пенчистского совета, выдающимся выпускникам, что они не забывают наш вуз, приезжают, выступают с лекциями. Традицию приезда выпускников в ВНМЕ начали очень давно, наверное, начиная с Дмитрия Федоровича Устинова, который всегда приезжал в наш вуз, выступал и с различными сообщениями, заседаниями проводил. И с тех пор эта традиция всегда поддерживается. Буквально недавно у нас был Сергей Евгеньевич Нарышкин, наш выдающийся выпускник, председатель исторического общества. Он открывал историческую выставку, выступал с небольшим сообщением. Серьезную публичную лекцию нам читал Николай Алексеевич Кистоенов, наш выдающийся выпускник, создатель всех космических систем. Выступал у нас, будучи руководителем РЖД, несколько лет назад, и уже много лет назад, Владимир Иванович Никунин. И с тех пор традиция встречи с коллективом преподавателей, студентов, чтения публичных лекций для членов учительского совета, она стала такой мини-традицией. И нам очень приятно, что Роман Владимирович приехал с этой миссией, и мы безумно счастливы, что он сейчас перед вами выступит. Я с огромным удовольствием передаю слово Роман Владимировичу Старовой. Рекламент выступления лекции примерно час, и затем ответы на вопросы я объявлю в микрофон Центр. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Константин Михайлович, уважаемые студенты, аспиранты, уважаемые гости воин меха. Для меня, если честно, это очень большая честь. И, конечно, когда я получал диплом в этих стенах, я никогда не думал и мечтать не мог, что окажусь в этом здании на трибуне, выступая перед такой большой аудиторией. Прежде всего, большое спасибо за то, что вы пришли сегодня сюда послушать и узнать ту информацию, с которой я хочу с вами поделиться. Также я хочу поздравить всех нас сегодня, и воин меха особенно, с праздником, потому что сегодня, 5 утра по московскому времени, был запущен ракетоноситель с космодрома «Восточный» в Амурской области. И, безусловно, в этом успехе, в этом успехе нашей страны есть заслуга выпускников воин меха. Хочу сказать, что дорожники также приняли участие в реализации этого проекта. Вы все слышали, что в 2010 году было закончено строительство автомобильной дороги Чита-Хабаровск. И космодром находится в непосредственной близости от этого объекта. И, конечно, без создания транспортной инфраструктуры реализовать этот проект, запустить космический корабль было бы невозможно. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, с праздником вас! Спасибо большое! Прежде чем рассказать о объекте, который, наверное, наравне с космодромом, может быть, для нашей страны наиболее важный за ближайшие десятилетия, а может быть, и больший срок строительства Керченского моста, я хочу несколько слов рассказать о Федеральном дорожном агенции, которое я представляю, я прошу включить второй слайд. Не все, даже члены правительства, понимают до конца структуру и организацию дорожной деятельности. У нас в стране с вами примерно полтора миллиона километров автомобильных дорог. Из них дорог федерального значения примерно 50 тысяч километров. Почему я говорю примерно? Потому что дороги постоянно, перманентно меняют статус. Они становятся региональные, муниципальные, переходят в федеральную собственность и обратно. Вот обратите внимание, 50 тысяч километров это дороги федерального значения.